В полуфинальной игре Кубка России по мотоболу видновский «Металлург» обыграл команду «Ковровец» со счетом 5-1. Ни разу не проигравшие хозяева поля вышли в финал, где встретятся со своим главным соперником – командой «Колос» из Эпатова. Введенные во многих областях России ограничительные меры не помешали проведению Кубка России по мотоболу. Его финал выпал на большой праздник – юбилей города Видное. Стадион собрал многих болельщиков и почетных гостей. Открыли события глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Всего в играх Кубка принимало участие пять команд из разных уголков нашей страны. В финал вышли самые сильные, но за это место спортсменам нужно было побороться. С «Агрокомплексом» мы вообще 2-1 сыграли в отборочном турнире, поэтому непросто было. Готовились-то серьезно, поэтому я думаю, что просто нужно то, что мы сейчас готовили, трудились, тренировались, потели, нужно воплотить в выигры. Счет был открыт уже в первом периоде. Капитан команды «Металлург» успешно атаковал ворота соперника. Вернуть кубок и подарить победу на юбилей родному городу спортсмены рвались с первых минут. Главное сделал начало. Когда начало делаешь, тогда все идет своим чередом. Когда команды встречались во время группового этапа, шел дождь. Солнечная погода во время финала соревнований добавила игре зрелищности. Скорости стали выше, маневры уверенней. Ребята настроены на победу. Они готовились, они трудились, они шли к этому, чтобы завоевать кубок, забрать назад «Металлург». Так очень приятно, когда даже в таких вот условиях на кубок приезжают, есть что посмотреть. Потому что, в принципе, у нас спорт такой, которым мы можем, видновчане, сказать, у нас столица. Он единственный. И это радует. Прекрасная игра. Впрочем, как и всегда, «Металлург» на высоте. Колос, обладатель Кубка России 2019 года, оставить трофей у себя так и не смог. Спортсмены несколько раз атаковали ворота видновчан, но в финальной игре «Металлург» победил в сухую, забив четыре мяча. Мы просто приехали не основным, не полностью. Основной состав у нас есть ребята, которые заболели. Они не смогли нас поддержать. Поэтому и вот перед финальной игрой наш защитник тоже, не знаю, получил травму или заболел. Он думал, не выезжать, но выехал нам помочь, потому что тяжело, тяжело играть с молодыми пацанами против такой именитой команды. «Металлург» стал обладателем Кубка России уже в 26-й раз. На церемонии награждения отдельно отметили и юношескую команду «Металлург-2», которая впервые приняла участие в соревновании. «Администрация берет на себя повышенное, не повышенное, но обязательство в течение ближайшего спортивного сезона отновить ваш подвижной состав для того, чтобы этот сезон у вас принять слово». На этом подарки не закончились. «Металлург» отвоевал Кубок России, а компания «Матюль» – партнер видновской команды – подарила муниципалитету новый автомобиль скорой помощи марки «Форд». «Это действительно востребованный подарок, он действительно необходим, он действительно поможет решать многие задачи, которые будут нацелены на выздоровление всех жителей нашего Ленинска-Градского округа». Во время Кубка России «Металлург» не проиграл ни одной игры. Спортсмены показали весь свой потенциал и высокий уровень подготовки. Поздравляем! Александра Стеллерова, Сергей Ларин. Видно-э-ТВ.